Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля и сегодня мы с вами поговорим о моей коллекции бронзеров. Недавно у меня было видео на канале с разбором всей моей косметики. И после этого видео вы попросили меня подробнее рассказать про румяна. А в видео про румяна вы просили меня подробнее рассказать про бронзеры и пудры. Так что сегодня я выполняю ваш запрос и рассказываю вам про свои бронзеры. Если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть и поехали. Давайте пожалуй начнем с самого любимого и сейчас у меня самое любимое средство. Это вот такая двушка от бренда Tom Ford. У Тома Форда как всегда прекрасное, красивейшее, лаконичное оформление. И это у меня двушка в оттенке 01. Здесь у нас сияющий бронзер и хайлайтер. Это очень красивое дуо, очень красивое средство. Невероятно дорого стоит эта двушка. И я очень долго сомневалась приобретать мне ее или нет. Сначала я купила похожее средство в бюджетном сегменте. Я купила бронзер слэш-пудру от бренда Catrice. Мы вместе с вами тестировали это средство. К сожалению, я сейчас забыла его сюда принести. Поэтому чуть позже его тоже все-таки затронула. Конкретно данная двушка оказалась все-таки невероятно классной, любимой, хорошей. И последней каплей перед покупкой для меня стал отзыв одной из моих постоянных зрительниц, Настеньки, которая тоже купила эту двушку и сказала, что ей безумно-безумно понравилось. В тот момент я решила то, что все, пора брать. И взяла. И до сих пор ни капельки не пожалела. Это два. Это запеченная, сияющая текстура. Невероятно приятная, невероятно нежная. Посмотрите только на этот перелив. Боже мой. Это какой-то божественный и красивейший перелив. Ну разве такое возможно? Разве это вообще законно? Боже мой. Вот посмотрите, очень красивый и очень деликатный результат. Я уже много раз говорила, что кожа у меня специфическая, она проблемная, она очень текстурная. И, как правило, сияющие запеченные текстуры не всегда могут хорошо смотреться на такой коже. В частности, сияние особенно. Но это средство даже на моей коже смотрится очень красиво. Оно очень хорошо тушуется. Вот посмотрите только на этот красивейший перелив. Очень нежно тушуется. Очень незаметно выглядит на коже. Никогда, никогда нельзя переборщить с этим бронзером. Никогда нельзя переборщить с этим хайлайтером в том числе. Смотрится безумно красиво и дорого. Просто обожаю это средство. А бронзер слэш-пудра от Catrice, который я упоминала раньше, это Sun Lover. Этот бронзер якобы является аналогом вот этого средства от Tom Ford. Но, честно говоря, это все же не аналог. Catrice не так сияет. Catrice более рыженький. И, ну, там не такой эффект. Вот если положить руку на сердце, эффект совершенно не такой. Там даже близко нету вот такой вот невероятной красоты. Следующий любимчик это вот такая двушка от Charlotte Tilbury. Двушка называется Filmstar Bronze & Glow. Это самое знаменитое, пожалуй, средство от Charlotte Tilbury. И оно действительно стоит своих денег. И оно действительно равносильно своей славе. Это средство я просто обожаю. Невероятно красивый, мягкий, нежный, деликатный оттенок. Никогда нельзя с этим бронзером переборщить. Вот посмотрите, насколько он деликатный и нежный. Ну, невозможно, невозможно с этим средством напортачить. Совсем невозможно. Очень это средство люблю. Оно очень дорогое, но оно стоит каждой копейки. Эффект выходит дорогой. Эффект выходит элегантный. Полупрозрачный, но при этом подстраивается под любой вид, под любой цвет кожи. Не рыжит, не холодит. В общем, просто идеальное средство. Хайлайтер здесь попроще. Хайлайтер я не очень люблю. Он действительно достаточно простой. И не вызывает эффекта вау. А бронзер как раз таки это вау. Следующее горячо любимое мною средство. Это вот такой бронзер тоже от Charlotte Tilbury. У меня это оттенок номер 2. Этот бронзер я сначала не хотела покупать, но потом сдалась и купила. Также этот бронзер мне сначала не понравился, но потом я его распробовала. Как видите, с ним большие мороки. Здесь текстура у меня немножечко запеклась. Нужно его почистить. И здесь невероятно большой объем. Ну, не нужно. Не нужно человеку на самом деле столько этого бронзера. Но бронзер классный. Не могу описать, чем именно он классный. Он просто хорошо и беспроблемно работает. Это уже именно бронзер. Он достаточно рыженький, но при этом он достаточно легко наносится. С ним никогда нет никаких проблем. Он не пятнит, не рыжит. Он легко растушевывается. Просто хороший и действительно рабочий бронзер. И следующая моя любовь, это, конечно же, Баттер бронзер от Physicians Formula. Это один из первых бронзеров, которые я приобрела в своей жизни. До этого у меня бронзеров не было. И также это одна из моих первых дорогих покупок. Хоть Physicians Formula и считается бюджетным брендом, но на самом деле тысячи рублей за бронзер это достаточно недешево, как я считаю. И в тот момент для меня это, конечно, была очень крупная покупка. Но, как видите, до сих пор его храню и не из-за памяти, а потому что он действительно классный. Он рыженький, но при этом он очень полупрозрачный и он легко наносится. Как видите, красивый нежный карамельный цвет. И этот бронзер, блин, шерсть какая-то кошачья, очень легко наносится и тушуется. Как видите, полупрозрачный цвет, очень нежный. И, собственно, это весь секрет этого бронзера. Он просто очень красивый, очень нежный, очень деликатный. Он хорошо наносится, хорошо тушуется, хорошо держится. Он просто во всем хорош. Его минус это его яркий запах пиноколады, который все еще чувствуется спустя года. И также его очень шаткая, хлипкая упаковка. Здесь также есть зеркало и есть вот этот спонжик. Это абсолютно ненужные здесь вещи, которые, на мой взгляд, просто добавляют цену средству. Но во всем остальном бронзер действительно хороший. Из жидких текстур у меня осталось только одно средство. Вот такое тоже. Шарлотта Тилбери Холливуд Контур Вонт. Также у меня был от, по-моему, Эвелин Контурный стик. Но я его уже выкинула, откровенно говоря. А вот это средство мне все еще нравится. Здесь вот такая жулька. Крупная, некрасивая, негигиеничная жулька. И открывается средство вот так, просто повернув крышечку. Очень яркий здесь оттенок, но при этом очень красивый. Как видите, очень насыщенный, шоколадный. И он легко тушуется. Я обязательно вставлю здесь сводчик, как я его растушевываю. Очень-очень красивый бронзер. Действительно, он стоит своих денег. Он дает красивый результат. Но я крайне редко им пользуюсь, потому что с жидкими текстурами нужно больше мороки. Нужно дольше его растушевывать. Нужно поверх закреплять сухим средством. И я утром просто не люблю таким заниматься. Следующий бронзер у бренда The Balm. Богаама мама. Отличается тем, что у него нету талька в составе. И как и румяна бренда The Balm, этот бронзер, как видите, содержит в себе достаточно крупные частички непонятно чего. При макияже они совершенно не мешают, но все-таки палец чувствует. Здесь уже оттенок достаточно темненький, как видите, и насыщенный. Именно поэтому я этим средством пользуюсь реже. Достаточно теплый оттенок, очень яркий, пигментированный. И при неаккуратном обращении можно напитнить, можно сделать некрасивые пятна. Поэтому будьте аккуратны. Но когда мне хочется чего-то без талька, то я обращаюсь к этому бронзеру. Но, честно говоря, это происходит нечасто. Все остальные средства не входят в мои любимчики. И давайте поговорим о каждом поподробнее. Бронзер Hula от Benefit у меня идет в миниатюрной версии. Здесь идет также вот такая кисточка, совершенно бесполезная. И с бронзером точно такая же проблема, как и с мини-румянами у Benefit. Очень маленький рефил, и туда неудобно лезть кисточкой. Кроме того, очень большие бортики, за счет чего, опять-таки, достаточно трудно кисточкой туда подлезть. Сама формула приятная, мягкая, тоже вот такой красивый карамельный оттенок. Достаточно мягкий бронзер. С ним тоже можно чуть-чуть переборщить, но в целом, на самом деле, бронзер очень даже яркий, пигментированный и неплохой. Но просто по какой-то невидимой причине он не стал моим любимчиком. Также у меня есть вот такая очень интересная двушка от бренда LA Girl. Здесь у нас, по идее, хайлайтер и контур, как они сами пишут. Но, по факту, местный хайлайтер это просто пудра. Как видите, никакого сияния вообще нет. А сам контур, он достаточно пигментированный, он холодненький и он очень-очень красивого оттенка. Вот, посмотрите. Ну просто безумная-безумная красота. Я, честно говоря, влюблена в этот оттенок, но этим контуром пользуюсь редко. Во-первых, как видите, средство достаточно пыльненькое. И даже здесь видны вот эти вот самые крошечки и осыпашечки. Во-вторых, достаточно небольшой рефил и не всегда удобно сюда лезть. И в-третьих, очень пигментированное средство. Оно очень красивое, но совершенно непонятно, по какой причине оно все же не стало моим фаворитом. Не знаю, почему рука просто не тянет. С палеткой от Charlotte Tilbury все обстоит достаточно сложно. Это палетка для лица, которая называется Stone Rose Beauty. И здесь у нас сразу же много-много всего. Здесь и бронзер, и румяный, и хайлайтер, и тени для глаз. Эту палетку я не очень люблю, потому что если разбирать каждый рефил по отдельности, то ко всем средствам есть к чему придраться. Бронзер здесь очень рыжий и очень яркий. С ним можно переборщить. Румяна на мою текстурную кожу ложатся плохо. С ними тоже можно переборщить. И порой они выглядят плоховато на лице. Хайлайтер вообще ни о чем. А тени, тени как бы неплохие, но у меня есть палетка Exagger Eyes, и там тени ярче, там тени менее рыжие, и они там более красивые. Здесь же они, ну, средненькие для Charlotte Tilbury. И, как правило, я использую эту палетку исключительно, когда еду в поездки, потому что в одной палетке, по сути, собрано все, и не нужно с собой много тащить. Вот он бронзер, как видите, очень яркий, очень рыжий. И поэтому-то мы с ним и не подружились. Уж очень он рыжий и очень яркий. Я все же решила, что приобрету новую палетку от Charlotte Tilbury в светлом оттенке. Как вы знаете, вышли у Charlotte новинки, и они отличаются тем, что здесь у нас не два рефила румян, а один из рефилов — это пудра. И в целом все формулы новые, оттенки новые. И я не собиралась покупать эту новинку, я уже отвечала на вопросы, связанные с этим, но множество восторженных отзывов меня переубедили. Я решила то, что нужно все-таки взять эту новинку. Так что скоро она ко мне приедет, и если она мне понравится, то нет смысла оставлять обе палетки, вот эту я, скорее всего, продам. Напишите, кстати, в комментариях, нужен ли вам обзор на эту палетку от Charlotte Tilbury на новинку и сравнение ее вот с этой, или не нужен. Вот такую палетку от Vivienne Sabo я уже давным-давно убрала в закрома родины, чтобы ее кому-то подарить, но ко мне не часто кто-то приходит, поэтому она все еще лежит у меня. Здесь два хайлайтера и скульптор. Скульптор достаточно яркий, он холодный, и он красивый, но с ним есть проблемы. Во-первых, как видите, он плохо передается, даже на свочи. И чтобы сделать себе что-то толковое на лице, нужно гораздо больше повозиться, что я, конечно же, не очень люблю, потому что есть средства, которые отдаются лучше. Кроме того, как видите, здесь текстура запекается, и опять-таки не очень хочется мне с этим водиться. Ну и, конечно же, холодный оттенок я на себе все же больше люблю теплые оттенки. А бронзер от Efrache, пожалуй, долго показывать не буду. Он уже не в продаже, но появляются периодически похожие бронзеры у Efrache. Насколько я понимаю, там формула не особо меняется, иногда чуть-чуть меняется оттенок. Это на самом деле красивый бронзер, который чем-то похож на Charlotte Tilbury скульптор, но он все-таки не такой деликатный, не такой нежный. И, соответственно, когда есть Efrache, то Efrache как-то не заходит, сами понимаете. И это я сейчас не к тому, что Efrache лучше, чем Efrache. Я говорю исключительно о том, что это средство просто бомбическое, потрясающее и невероятное. И поэтому, в общем-то, это действительно очень хороший и стоящий продукт. И вот такой вот бронзер от бренда Flavera у меня в оттенке 03. И он мне попался в бьюти-боксе марка Kaufman. На самом деле неплохой бронзер, нежный, красивый, карамельный оттенок. Но бронзер достаточно пигментированный, и я не всегда такие люблю. И к тому же у меня просто много других бронзеров, которыми я, в общем-то, достаточно часто пользуюсь. Как видите, очень интересный, красивый, теплый оттенок. И действительно, это неплохой бронзер. И последнее средство – это вот такой вот скульптор от бренда Estrade. У меня это оттенок 201. Как я уже говорила, я не очень большой фанат скульпторов, поэтому я и не подружилась с этим средством. Кроме того, здесь достаточно темный оттенок. Он очень холодный, очень темный. Вот посмотрите, какая бешеная пигментация. И опять-таки я просто такие мощные, холодные, пигментированные оттенки не люблю. Как вы можете заметить, вот по всему вот этому, я больше специалист по теплым полупрозрачным цветам, нежели по вот такому. Ну что ж, это были все бронзеры и скульпторы, которые я хотела вам показать. Очень надеюсь, что вы для себя почерпнули какую-то полезную информацию. Вот такие свотчи у нас с вами вышли. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы хотите видео еще про какую-то категорию косметики, то обязательно пишите. В будущем вас ждет обязательно видео про пудры, раз уж я обещала, быть может, вам будет интересна еще какая-то категория косметики. Напоминаю, что видео про палетки теней у меня тоже уже было. Ну что ж, большое спасибо всем, кто досмотрел это видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok